Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программа Сирена и я Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Двойное убийство в Осиповичах. Задержаны новые подозреваемые. Изъято оружие. 33 несчастья в Бобруйске. За неделю произошло более трех десятков ДТП. 150 килограммов опасных растений. Оперативники выявили незаконные посевы наркосодержащих культур. Дело о двойном убийстве в Осиповичах, которое произошло 13 июля, сегодня дополнилось очередными подробностями. Ранее задержанные подозреваемые оказались непричастны. Сознались другие. Сообщение в милицию о страшном обнаружении тел двух мужчин в частном доме поступило в милицию утром. Погибшими оказались 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник. Оба потерпевших погибли в результате огнестрельных ранений дробовых. Один из них погиб в результате огнестрельного ранения в голову, другой в результате огнестрельного ранения в грудную клетку. Тогда по горячим следам задержали двух местных жителей. Была версия, что накануне они выпивали вместе с убитыми. Но допросы не дали ожидаемого результата. Мужчин освободили. Через несколько дней задержали троих других. Получена информация о причастности к особо тяжкому преступлению местного жителя 1977 года рождения. В ходе проверки информации установлено, что убийство совершено в соучастии с жителем города Любань, 1980 года рождения. Данные лица, задержанные при силовой поддержке специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз», в настоящее время дают признательные показания. Проверяется причастность к пособничеству в совершении противоправных действий и брат одного из подозреваемых, 1972 года рождения. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Обстоятельства убийства устанавливаются. Скользкие улицы, а дальше как в песне. В городе за неделю произошло 33 ДТП с участием иномарок. Мокрое дорожное покрытие, невнимательность или наглость водителей, что стало причиной происшествий. Далее. Отличная видимость, сухое дорожное покрытие и работающие светофоры. Это ДТП произошло на оживленном перекрестке в понедельник в 7.20 утра. По данным госавтоинспекции, автомобилем Пежо управляла женщина. Она двигалась по Гоголя. «Лексус» под управлением мужчиной по-советской. Из-за столкновения «Лексус» выбросила на обочину. Японец оказался в метре от пешеходного перехода и едва не повторил судьбу страшного ДТП на Георгиевском, где под колесами БМВ оказался пешеход. К честью, в этой аварии никто не пострадал. Повреждения получили лишь машины. По факту проводится проверка. По заключению медиков, в момент происшествия оба водителя были трезвы. По предварительной информации, девушка не уступила дорогу мужчине. Вторник, 14.30. Перекресток улиц Володарского и Георгиевского проспекта. На разделительной полосе искореженная Мазда. Разрушенные ограждения и растерянный водитель. «Вели звездки, выскочил на красный свет. Я от людей уходил на остановки. Дорога скользкая, занесло меня». «Ты были за рулем, да?» «Да». «Ты с вами еще был в машине?» «Я один был». Со слов Василия, вылетел на красный водитель зеленого универсала, предположительно, Вольцвагена. Второй участник ДТП видел все происходящее, но скрылся с места происшествия. Номеров нарушителя пострадавший не заметил. Мужчина признался за 44 года водительского стажа. Это его первое ДТП. Сам серьезно не пострадал. А вот с машиной, видимо, будет прощаться. Госавтоинспекторы по факту проводят проверку. И ищут очевидцев этой аварии. Одно звено газодымозащитной службы, бригада скорой и оперативные действия огнеборцев в Бобруйске на пожаре спасли женщину. ЧП на улице Горького стало первым в статистике происшествий по линии МЧС за неделю. Местная жительница оказалась в плену собственной ошибки, но смогла вовремя позвать на помощь. Сообщение спасателям поступило в 15.45. Ее жилище оказалось в дыму. Накануне она, по совету знакомых, решила разогреть краску на газовой плите. Произошло возгорание, а дальше снова неверные действия. Тушить огонь решила водой. Эта ситуация только усугубила. За счет этого началось быстрое задымление, большое количество огня. И ей потребовалось уже выбежать из квартиры. Однако самостоятельно покинуть квартиру у нее не получилось. И для этого она выбрала правильное решение. Она закрылась на балконе и ждала помощи спасателей. Спустя несколько минут на место прибыли огнеборцы и бригада скорой. Пламя удалось быстро ликвидировать. Женщина получила лишь мелкие ожоги и в госпитализации не нуждалась. Спасатели предупреждают, подобное может произойти на кухне даже, например, при перекаливании масла. Раз, два, три. Мы знаем из физики, что вода, попадая в горючую среду, резко испаряется. И вот этот образовавшийся пар, он выталкивает горючую жидкость, и она разбрасывается по предметам мебели, одежды. В том числе на гражданина или, допустим, на собственника этого. И здесь же почему и получились ожоги. За неделю это первый серьезный пожар в городе. В районе ЧП произошло 17 июля. В агрогородке Ленина горела хозпостройка. Никто не пострадал. Хозяевам удалось спасти домашних животных и птиц. Огнеборцы ликвидировали пожары и не допустили распространения пламени на соседнее строение. Причина устанавливается. Сгорела сауна у Ксюши. Новость о ЧП в оздоровительном комплексе на Пушкино стала поводом для волнения и жарких споров горожан. На кадрах спасателей многие рассмотрели части объекта. Но что уничтожил огонь, удалось выяснить лишь в нашей съемочной группе. Вот тут стенка, и вот она там, выходит труба туда, и там начала в том месте гореть. В тот вечер Александр Ковалев решил протопить личную баню, которая пристроена к оздоровительному комплексу. Почти три часа он наслаждался отдыхом, позже отправился в дом. Около часа ночи супруга услышала пронзительный звук. Это была пожарная сигнализация. Горела парилка. Хозяева взялись за огнетушители и вызвали спасателей. На данный пожар выехало 10 пожарных автомобилей. В результате была изначально угроза распространения огня на соседнее строение. Но оперативными действиями удалось ликвидировать загорание оперативно и тем самым спасти соседнее строение. Со слов Александра, огонь распространялся молниеносно. Но сотрудники МЧС делали все, чтобы в этом ЧП никто не пострадал. Стихия успела уничтожить парилку, чердак и кровлю. Материальные затраты пока хозяева не подсчитывали. К несчастью, уничтоженное имущество не было застраховано. Как вы думаете, из-за чего все-таки это случилось? Из-за моего разгиблящика. Немного перекалили? Наверное, перегрелось. Моя баня, которая сгорела, она больше 20 лет стояла. Поэтому все сухо, как порох. Спасатели пока не выдвигают официальной версии этого пожара. Но в случае подтверждения вины мужчины, ему грозит административная ответственность. Что касается комплекса, или как его привычно называют у Ксюши, он в полном порядке. И здесь по-прежнему принимают гостей. 117 фактов произрастания марихуаны, мака и конопли, 10 уголовных дел и 150 килограммов запрещенных растений. Оперативники подвели итоги спецпрограммы МАК. Конопля составила львиную долю уничтоженных растений. Чаще всего оперативники выявляли ее на заброшенных участках домов Бобруйского района и вблизи садоводческих кооперативов и водохранилищ. Общая площадь произрастания 385 квадратных метров. Во время мероприятия удалось задержать и владельца помещения для изготовления марихуаны. Им оказался житель Бобруйска. Данное помещение предоставляло собой обшитое специализированной фольгой для создания оптимального тепла, также имелась вентиляция, система полива и прочие развесные навесные оборудования для сушки и выращивания данного растения. После чего, после созревания данного растения, изготавливался непосредственно сам наркотик марихуаны довольно высокого качества. Возбуждено уголовное дело по факту хранения с целью сбыта наркотических веществ. Ранее мужчина не был замечен в подобных нарушениях. Сегодня ему грозит до 8 лет за решеткой. В долгу перед государством, но без обязательств, градус алкоголя зашкаливает, условия быта ужасают. А работа судебных исполнителей не исправляет. В Бобруйске так существует несколько сотен человек. Реально ли их спасти и хотят ли они этого? Разбирались с оперативниками. 18.00, Назаровка. Антуражный двор и не менее впечатляющая картина в доме. Битая посуда здесь хранится на полу на счастье. В помещении, которое сложно назвать кухней, уставший от безудержного веселья гость. Запах – отдельная тема. В соседней комнате отдыхает хозяйка жилища, 42-летняя Люба. Сложно подняться с лежанки и ее родственнику. Общение со съемочной группой и судебным исполнителям каждому дается с трудом. Олег, давно вы телефон приобретали? Компанию не смущают правоохранители. Появление судебного исполнителя тоже норма. У хозяйки с мужем на двоих солидный долг перед государством – 2000 белорусских рублей. Это штрафы за отсутствие фликера, за появление в нетрезвом виде в общественном месте и еще целый список подобных правонарушений. Платить не думают. Не до этого. А значит, в ход идут самые жесткие меры. Сейчас мы описываем имущество, принадлежащее должнику, который ко мне по повесткам не является. И неоднократно по адресу я здесь была. Но на сегодняшний день мы обнаружили здесь имущество, которое можно описать. Оценка имущественного состояния – единственное, что могут сделать судебные исполнители в подобной ситуации. Правда, чаще всего описывать нечего, как в случае по этому адресу. 55-летняя Светлана, кажется, предпочитает минимализм во всем, кроме градусов в стакане. Больше 30 лет она живет в свое удовольствие. Светлана с 2014 года задолжала 743 рубля. Все это копеечные штрафы, но в огромном количестве. Правда, сама не переживает. В тюрьму она не попадет, а ЛТП ее не пугает. Взыскать деньги почти нереально. Она через пару лет получает пенсию. Ей будет оформлена. Если она до нее доживет, не знаю, с таким образом жизни, есть вероятность того, что можно будет удержать из пенсии. Поскольку это один из видов дохода. После многочасового обхода по повестке каждый обязан явиться к исполнителю, оплатить штрафы и забрать имущество, которое было изъято в счет погашения части долга. В случае с 42-летней Любой – это телефон и телевизор. Правда, в намеченный день женщина снова не пришла. Ее вещи будут проданы. 250 нарушений выезда, въезда – 18 по части трудовой деятельности. В области сотрудники ОВД проверили мигрантов. Некоторым приезжим пришлось покинуть Беларусь. В Бобруйске сотрудники милиции проверили 695 иностранцев и лиц без гражданства. 20 из них нарушили миграционное законодательство. Среди них один гражданин Вьетнама, три – Узбекистана. За пределы республики выдворили двух россиян и одного грузина. Общий штраф на всех – 395 белорусских рублей. В Бобруйском районе цифры скромнее. Всего 40 с небольшим на шестерых. Одно нарушение в отношении лица без гражданства, который находился без документов и без регистрации на территории Бобруйского района. В отношении двух граждан Республики Беларусь были составлены административные протоколы за предоставление жилых помещений иностранным гражданам, нарушающих законодательство Республики Беларусь. В отношении одного гражданина Российской Федерации был составлен административный протокол, так как он проживал на территории Бобруйского района по просроченному виду на жительство. А в отношении одного гражданина Российской Федерации составлен административный протокол, так как он проживал не по месту регистрации. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю.